Десна ТВ Это делается для того, чтобы наши граждане знали, что все-таки полиция для них доступна. Полицейские города показали свою готовность. В Смоленске задержан наркодилер. Понравилось? Ну, с детьми, что проводим время все коллективно. Неделя здоровья в детском саду. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Ежегодный традиционный Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна», инициатором которого является неправительственный экологический фонд имени Вернанского, станет одним из важнейших событий года добровольца. Проведение массового экологического мероприятия планируется на территории всех муниципальных образований Смоленщины в период с 21 апреля по 21 мая. На повестке очередной 49-й сессии Горсовета было шесть вопросов. Какие решения приняли депутаты, мы расскажем вам в нашем сюжете. Депутаты заслушали доклад о деятельности Десногорского отдела внутренних дел за 2017 год и решили принять отчет к сведению. Решением 412, учитывая статьи федерального закона, устава муниципального образования и рекомендации постоянных депутатских комиссий, приняли положение о порядке предоставления ежегодного отчета главы муниципального образования. Депутаты внесли изменения в бюджет, в части которой касается затрат в связи с оказанием услуг пассажирских перевозок в городском автобусном сообщении. Просмотрев обращение председателя Комитета по образованию, депутаты решили наградить благодарственным письмом Десногорского городского совета младшего воспитателя детского сада Мишутка Татьяну Васильевну Лилюшину за добросовестный труд и в связи с юбилеем. В областном центре наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся техникумов и колледжей. В этом году она проводилась по 39 специальностям. Среди специальностей – сельское, лесное, рыбное хозяйство, педагогика, экономика, управление, туризм и другие. Как отмечают организаторы, главная цель олимпиады – дать возможность конкурсантам показать себя перед потенциальными работодателями. В региональном этапе приняли участие 152 студента из 20 образовательных учреждений области. Призеры представят регион на Всероссийском этапе Олимпиады. Сотрудники правоохранительных органов и их добровольные помощники собираются вместе, чтобы доложить о готовности нести службу по охране и спокойствия в городе. Мы расскажем вам, как прошло мероприятие. Такие инструктажи у нас в городе проходят один раз в квартал. Это делается для того, чтобы наши граждане знали, что все-таки полиция для них доступна. Мы всегда рады принять, выслушать, подсказать в каких-то вопросах. И самое главное – это охрана общественного порядка и недопущение правонарушений как преступлений. И основа – это недопущение антирористических преступлений в связи с тем, что у нас в городе многоэтажные дома. И просьба гражданам быть бдительным. Во время инструктажа для всех участников уточняются задачи на предстоящее дежурство и доводится необходимая оперативная информация. Руководители подразделений проверяют внешний вид и экипировку сотрудников, осматривают служебные машины. Подобные показательные инструктажи проводятся для того, чтобы жители Десногорска знали, кто охраняет их безопасность на улицах и покой в городе. Блок криминальных новостей. Более 70 тонн подсанкционных фруктов и овощей задержали в Смоленской области. С территории Республики Беларусь в регион нарушители хотели привезти две фуры с польскими яблоками и турецкими томатами без фитосанитарных документов. Теперь перевозчикам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Сотрудники Министерства внутренних дел России в Смоленске задержали мужчину, подозреваемого в подготовке к сбыту наркотических веществ. Сотрудники ГИБДД на Киевском шоссе города Смоленска задержали 19-летнего местного жителя, у которого обнаружили свёрток с тремя расфасованными полиэтиленовыми пакетиками, содержащими порошкообразное вещество тёмно-зелёного цвета. Проведённым исследованием установлено, что изъятое является смесью общей массы около полукилограмма, в состав которой входит наркотическое средство метилэфедрон. Задержанный подтвердил, что наркотик был приготовлен для дальнейшего сбыта. Следователями УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, а также частью 5 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. А сейчас немного о спорте. 7 апреля – официальный праздник, посвящённый Дню здоровья. В детских садах Десногорска проходят мероприятия, посвящённые этому дню. На одном из таких спортивных праздников побывала и наша съёмочная группа. В детском саду «Мишутка» воспитатели творчески подошли к празднику День здоровья и с ребятами подготовили весёлый спортивный праздник. В нём приняли участие и родители. Они главные помощники, которые своими поступками показывают детям пример, как нужно быть здоровыми и что для этого нужно делать. А привитый интерес к физкультуре и спорту в дошкольном возрасте остаётся у человека на всю жизнь. Мне очень нравится то, что администрация детского сада привлекает родителей к тому, чтобы они вместе со своими детьми занимались спортом, снимали напряжение, эмоции. И я считаю, что спортивные состязания, они благотворно сказываются как на детском здоровье, так и на нашем. Очень понравилось. Почаще бы такие делали. Что вас с обрисованием понравилось? Понравилось? Ну, с детьми, что проводим время. Все коллективно. Мне понравилось очень. Надо сказать, что работа по приобщению детей дошкольного возраста к ценностям здорового образа жизни является нашей очередной задачей. Потому что именно в детском дошкольном возрасте закладываются основы здорового образа жизни. Именно в дошкольном возрасте мы хотим в первую очередь видеть детей здоровыми, сильными, развитыми. Вот так через игру можно укрепить здоровье и на славу повеселиться. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna.defis.tv.ru Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин